Девушки отдыхают Дизлукасы, это постараемся исправить в этом видео Я почитал карты, подготовился немножко Так что постараюсь не ошибаться больше А если ошибаюсь, смотрите в ленте новостей У нас появилось сообщество на ютубе Можете быть в курсе Вот здесь, например, в сообщество можно зайти И почитать, тут посты появляются теперь Вон я, например, написал по поводу предыдущих ошибок Так что буду держать вас в курсе, если где-то ошибся И приступим к новым картам Их, ну так, порядком накопилось Поэтому хочется о них поговорить По-моему, я не говорил об одержимом лакея Это за 5 маны существо 2-2, не демон В противмертный хрип вы вербуете демона Ну, как говорится, за 5 маны существо 2-2 не существо Тем более, что оно боится покатух пристан Оно швп боится и так далее и тому подобное К тому же, мы не можем контролировать вот этот момент вербовки Мы какого-то рандомного демона берем Это же какая колода должна быть из одних только жирных демонов Да, конечно, вы можете сказать Ну, положили в колоду демона 5-7 с рывком Да, классно, такой хоп, призвал Пошел в рывок Но, к сожалению, существо за 5 маны 2-2 Совершенно никакое Оно никак не будет идти в сравнении с другими пятыми дропами противников Учитывая то, что оно умирает Было бы оно, ну, имело бы более нормальные характеристики Мы бы могли эту карту, например, взять с учетом того Что у нас в колоде есть слабые демоны Там 1-3, там может быть 3-2 И так же разыгрывать Допустим, за 5 маны характеристики 5-6 Там, или 5-4 хотя бы В Тресмертный Крип вербуете демона Вот было бы, вот было бы нормально А так, это просто существо без характеристик И я думаю, вряд ли эта карта будет играть Конечно же, 1 из 5 я поставлю Если у вас есть свои взгляды на эту карту Я просто долго думал о ней и до сих пор не нашел Какого-то применения данной карте Ну, может быть, оно есть Посмотрим Посмотрим уже, когда выйдет обновление Следующая карта Волонир за 6 маны 4-2 Новое легендарное оружие для паладина У которого предсмертный Крип Случайное существо в руке получает 4-2 баф Когда оно умирает, снова заряжает героя Волониром Ну, мне подсказали На стриме мы обсуждали по поводу данной карты То есть, мы одели это оружие на себя Два раза сходили Потом у вас бафнулось какое-то существо Если оно есть А потом вы поставили это существо на стол Если его убили Вы опять в руку получаете Волонира И снова можете бить по 4 дэмэджа Ну, на словах выглядит крайне эффективно, да? Но Хотелось бы сказать одно но Вот эта вот вся механика с забафами руки Что у паладина, что у воина Так и не выстрелила И говорит, что эта карта будет супер крутой Я, к сожалению, побоюсь Потому что Потому что, ну, не выстрелила механика сама за бафа руки Здесь, конечно же, немножко другое Помимо бафа мы еще потом получим бесконечное оружие В теории, да? Вот этого Волонира Но, опять же, существо боится и салов, и ремувалов И хексов, и овец И всего самого вот того жесткого Что может с ним приключиться Ну и к тому же данная карта Имеет не очень сильные характеристики для шестиманового оружия Всего лишь 4-2 Характеристики, ну, хотелось бы, ну, не знаю Там четырехманового оружия Ну, ладно, пять манов Но шесть манов По-моему, это немножко дороговато Я бы не сказал, что карта супер шлаг Но тот момент, что Механика за бафом существ не выстрелила Я бы не сказал, что данная карта Себя как-то очень сильно покажет К тому же паладины сейчас Очень сильно терпят от Престов И от ТТК магов Которых сейчас очень много И, скорее всего, дополнение не исправит тот факт, что они будут существовать и дальше Поэтому, я думаю, если сейчас не выстрелит, то, возможно, потом эта карта может себя как-то проявить, когда уйдут эти архетипы Возможно, в апреле эта карта уже будет чувствовать себя лучше Но я бы не стал ставить эту карту в приоритете и крафтить в первую очередь Получим, да, неплохо, но это не та карта, которую мы бы хотели стремиться в новом наполнении Есть другие, мне кажется, легендарки, которые будут приоритетнее для крафта Поэтому на данный момент я поставлю этой карте 3 из 5, но с заделом на будущее, возможно, этой карты будет оно Приходим к следующей карте, это новый оберег, нам показали все обереги, в том числе на мага За 7 маны оберег малый алмаз, воскрешает 2 ваших различных существ, разыграет 4 заглядания для улучшения Значит, какие улучшения, значит, там, опять же, за 7 маны воскрешает 3 различных существ Из 7 маны воскрешает 4 различных существ, если не ошибаюсь, поправьте меня в комментарии, ребят Давайте попробуем оценить данную карту Ну, очевидно сказать, что разыграть 4 заклинания для приста, ну, для биг приста, допустим, да Коим является, мне кажется, усиление данной карты Не так-то сложно, да, там и сплы за единицу маны до кучи, есть за 2, за 3 маны, да много чего есть, да, чтобы раскачать Раскачать-то не проблема, вопрос, нужен ли биг присту вот данная карта Возможно, биг присту, она-то и нужна Смотрите, воскресить 2х существ за 7 маны, ну, допустим, да, есть воскресить... Воскресить 1 существо за 4 маны, то есть 2 таких спыла, это 8 маны Соответственно, если мы воскрешаем 2х различных существ, к сожалению, рандомных, здесь мы не выбираем, как в случае со спылом за 4 маны Но если у нас умирали только жирные существа, в принципе, нас это устроит Вопрос, что будет, если эту карту ты будешь разыгрывать, когда у тебя умерло одно существо? Ну, скорее всего, одно воскресится, потому что именно различных существ выбирается Что ухудшает положение данной карты? Если у тебя, допустим, к 7-му ходу умерло только одно существо в биг присте, ну, допустим, какой-нибудь... Ну, ты не смог воскресить что-нибудь другое, другое, конечно Например, у тебя Барнс умер и Барнс, который призвал Ишараджа И ты воскрешаешь Барнса и Ишараджа к 7-му ходу Супер круто, валую, да, Ишарадж у тебя сразу принесет профит Но Барнс сам по себе будет не такой эффективный Конечно, хотелось бы Ишараджа и что-нибудь еще воскресить Но если ты через Барнса призвал Ишараджа, Барнс уж 100% воскресится, раз он умер Поэтому такое себе Усилит ли эта карта колоду биг приста? Ну, наверное, да, усилит Появится ли она, сможет ли она выдержать конкуренцию с другими картами? Тем более, она такая тяжелая Я, к сожалению, не могу решиться Я бы не сказал, что это прям супербомба карта Но она и не бесполезная Я думаю, троечку можно поставить пока Пока можно троечку поставить Потому что я вот на распутье Биг присты будут играть Найдет место в биг присте, то это будет, наверное, 5 Если не найдет, то, наверное, она и не найдет себе места, скорее всего, нигде Переходим к следующей карте Это оберег для разбойника Оберег малой оник За 5 маны уничтожает одно случайное существо противника Разыграется 3 карты с пресмертным хрипом Для улучшения Сразу же, чем хочется сравнить данную карту С цветочком 3-4, да? За 5 маны, который с синергии убивает существо противника Но там тушка 3-4, да? Здесь мы за 5 маны убиваем одно существо То есть, нераскачанный этот оберег не имеет большого смысла Потому что у нас есть хорошие существа Которые могут делать то же самое, что это и заклинание Что же нам предлагают сделать? Разыграйте 3 карты с пресмертным хрипом для улучшения Улучшение какое? Убить 2-х существ и убить 3-х существ Также разыграйте 3, то есть 6 пресмертных хрипов в сумме надо разыграть Имея эту карту, конечно же, в руке Предыдущую, кстати, тоже в руке надо иметь Так, если вдруг Ну и что получается? Надо разыграть 3 пресмертных хрипов Что за разбойник на пресмертных хрипах? Сейчас такого нету Сейчас очень хорошо развит колесе трога Которое, скорее всего, не уйдет Ну и Мирикл Рога, в которой тоже пресмертных хрипов особо нет То есть, эта карта должна идти в какой-то новый архетип пресмертных хрипов Разбойника на пресмертных хрипах Возможно, там с Нзотом и с другими сладостями Вот Пока такого архетипа, к сожалению, нет Но все стараются Посмотрим, какие карты еще добавят Потому что есть, например, секрет, да? Который не позволяет нам получить очень много дэмэджа по лицу Который в теории может нас приблизить К созданию архетипа, как Нзот Рога И если это произойдет, то данная карта, может быть, туда и пойдет Хотя, мне кажется, цветочек эффективнее Вот, честно, вот Цветочек? Не знаю А вдруг... А что... Ну, хорошо, мы раскачаем до трех существ А вдруг противник не поставит трех существ Мы будем ждать, когда он поставит трех существ А вдруг эти три существа будут не такие сильные? Не, ну, единственный плюс, наверное, данной карты Что нам не нужно перед этой картой еще что-то разыгрывать Мы можем просто на пятый ход ее кидать И уже получать валу Ну, у разбойника есть хорошие пресмертные хрипы И двойки там, и... И двойки И тройки, и четверки Есть там... Может быть, может быть, но... Что-то у меня сомнения возникают по поводу данной карты Я бы сказал, больше нет чем, да? Вроде выглядит забавно, но на деле На деле там у разбойника есть и сапы И... И шивы И цветки Много ремовелов точных есть И нужна ли еще вот эта пятерка Ладно, посмотрим Я пока достойно не могу оценить Потому что нет архетипа Роги на пресмертных хрипов адекватный Поэтому пока что троечку поставлю Как и другим картам Которые за делом на будущее идут Переходим к следующей карте Это оберег малый изумруд Новый оберег для ханта Призывает двух волков 3-3 разыграть секрет для улучшения Ну, разыграть секрет для улучшения Это не проблема С другой стороны, ханты сейчас не используют секреты Чтобы разыгрывать данную карту Но призывать двух волков 3-3 за 5 маны Это уже хорошо То есть сам по себе Оберег уже нормальный То есть там Трех волков, четырех волков Улучшение, соответственно, идет Ну, допустим, мы эту карту будем Играть вместе с фризинг трап И фризинг трап хороша, да С новым секретом, возможно, да Будем данную карту играть Тоже неплохо Раскачать, собственно Не представляет трудностей Но главная фишка данной карты В том, что она пятимановая А у ханта пятимановых существ Сильных Особо-то и нет То есть волков призвать на пятую ману Двух Это очень хорошо Потом идет высокогри Все хорошо для Мидрэндж-ханта Эта карта очень хорошо зайдет Я бы даже ее положил Я данной карты Блин, не хочу ее переоценить Просто потому, что Мидрэндж-хант сейчас может Не выстрелить Но в будущем, возможно Мидрэндж-хант будет С этой картой играть Да даже сейчас будет играть Если кто-то захочет Поиграть Мидрэндж-хантом Тот факт, что пятерок годных У ханта, кроме кода Срывком 2-5 Или кода 3-5, да Который уничтожает Двухмановое меньшее существо Нету Нету, просто Просто нету, ребят Пятимановых нормальных Для Мидрэндж-ханта Ой, простите, пожалуйста Нормальных пятимановых Карт для Мидрэндж-ханта нет Поэтому я бы сказал Что эта карта очень хорошая Ладно, я поставлю 5 баллов, ребят Если Мидрэндж-хант будет У него будет лежать Эта карта Я считаю так Даже без бафа она хороша Переходим к следующей карте Это Дракономанта Алана За 9 маны 3-3 Без Без значения Мой клич призывает дракона 5-5 за каждое разыгранное В этом матче Заклинание стоимостью 5 и больше Ну, разыграть 5 и больше Для пристань Не имеет Большого вопроса Появилась вот такая Карта за 5 маны Плюс есть Книженция За 5 маны Плюс есть Портал за 7 маны Что там еще Жирное есть Что играют постоянно В общем Призвать 2-3 драконов На самом деле Не имеет Большой сложности Раскачать Раскачать Дракономанта Алана С другой стороны Она стоит 9 маны Имеет характеристики 3-3 Не очень приятно Нам достаточно Призвать 2-3 драконов Чтобы данная карта Играла Хороша стала За 9 маны Нам бы хотелось Какой-то прям Бомбезный эффект И призвать Существ Это на самом деле Бомбезный эффект Ребят На самом деле Это очень хорошо Блин 8 маны бы В темпы Мага Очень хорошо Заходит данная карта Они порталы Очень любят Носить с собой И призвать 2-х драконов Не так сложно Ну вот смотрите Допустим Такая ситуация Мы играем Против пристал У нас есть Жирный стул Там из пятерочек Он играет ДК И нам надо Заново заспамить стул И тут на помощь Приходит дракономан Алана Она выходит на стул И сразу же заспамляет Нам Ну двумя-тремя драконами Что в принципе Сносно Но хватит ли этого Чтобы поместиться Занять девятый дров В колоде Какого-то контроль Темпа мага Это большой вопрос К сожалению На который сейчас Я ответить Не могу Скорее всего Ей попробуют Поиграть Но на деле Темпа маг Их должен убивать Раньше Контроль магу Наверное Это все-таки Не нужно Ему больше нужен Контроль стола Чем заспам Поэтому скорее всего Нет чем Да Я так думаю Поставлю пока данной карте Три балла Из пяти За делом на будущее Ждем Когда уйдут Уйдут опять же Престы Может быть Это карта Велем мага Очень хорошо зайдет Почему бы нет Так Это все Что здесь были карты Может быть новые показали Нет новых здесь нету Есть еще на монокосте Сейчас мы с вами Разберем Вот этой да Нет карты Зов сумерек Тоже не смотрели Да вот Зов сумерек Да начнем Значит Зов сумерек Призывает 1-1 Копии двух ваших существ Президентным крипом Погибшим в этом матче Ну эта карта Конечно же Конечно же Данная карта Это Ну наверное Под квест в листа С другой стороны Играет ли квест Вот Все существа Специальные грипы Которые призваны извне То есть Как бы Используют Например Такие карты Влияют на наш квест Потому что Можем его выполнить раньше Вопрос Нужен ли нам сейчас Квест-прист Потому что у нас есть Хайлэндер-прист Ну скорее всего Нет Может это какой-то Нзод-прист Нзод-драгон-прист Я думаю Сейчас иногда Пытается появиться Возможно Эта карта Будет Потенциал Уже в новом дополнении В следующем Апрельском Когда уже Уйдет Вот этот Доминант Хайлэндер-прист Сейчас видите Мы можем Иметь только Одну колоду Приста Суперсильную Те так про нее говорят А вдруг ее такую возьмут И другая колода Просто выиграет Вопрос Вопрос Но данная карта Вполне себя Может показать В квест-присте Можно даже сейчас Попробовать сделать Квест-приста Может быть Что-нибудь и получится Почему нет Вполне Норм Есть Единички Есть Чтобы воскресить Воскресить Престу Есть 4-3 Есть 2-6 Таунты 1-1 Пресмертные хрипы Не говоря уже О нейтральных Пресмертных хрипах Которые мы также Можем воскресить С помощью данной карты Ну и как Зарекомендовала себя Механика Воскрешения Особенно Пресмертных хрипов Это Выглядит очень круто Я поставил Данной карте Наверное 4 из 5 Все-таки Карта хорошая Ждем Ждем Когда заиграет Секрет Преста Не забываем Да ребят Что у нас 4-го числа Покажут все Оставшиеся карты Ждем Ждем этот анонсик После этого Я сделаю Скорее всего Покажу Оставшиеся карты В одном видео И Ярость Дракона У нас появляется Новый спелл За 5 маны Вот еще один спелл В копилочку В замечательной карте Дракономан Талай Давайте посмотрим Что делать Данные карты Показать заклинания Из ваших колод Наносит Всем существам урон Равной стоимости Показанного заклинания Ну какие заклинания Допустим Эту карту Мы берем В колоду Контроль мага У нас есть Близзард 6 дэмэджа По всем неплохо Учитывая что Контроль маг на стол Не будет ставить существ То есть Это карта Исключительно для контроль Квест Фриз мага Вот таких магов Чтобы зачистить стол Но там есть Фрозболты Это элементы рандома В основном Фрозболты Стараемся Замулиганить Себе в стартовую руку Поэтому Шанс того Что мы через пятерку Достанем именно Фрозболт Уменьшается Тем Ну именно Нашим мулиганам Соответственно Что у нас остается Остается там Ну всякие порталы Книги Близзарды Волны огня Что нам позволяет Выжить Я думаю Эта карта Очень хорошо Зайдет В контроль мага Вряд ли она Конечно Заменит комбинацию Заморозка стола И Вестника рока Но как дополнительный Масс ремувал Может быть Зайдет Почему нет Почему нет Вроде Массовочка Красивая получается Другой вопрос Будет ли играть Контроль маг Ну вроде как Он сейчас Высовывает свою голову И пытается Как-то давить Ну карта хорошая В любом случае Это новый Масс ремувал Для приста У этой карты У этой карты Будет высокий Рейтинг Выбори на арене Она будет появляться Достаточно часто Эпики Эпики Заклинания Последнего аддона Это самые часто Появляющиеся карты Поэтому данная карта Мне кажется Достаточно сильно Укрепит позиции Приста На арене В ладере Ну посмотрим Карту 4 из 5 И 5 я скорее всего Не могу поставить Но 4 балла Эта карта Заслуживает Еще одна нейтральная карта За 9 маны 2-4 В конце вашего хода Вы вербуете дракона Ну очевидно Что В конце вашего хода Ребят Это в конце каждого Вашего хода То есть Лежит у вас там 2 дракона В первый ход Вы Одного завербовали Во второй ход Второго завербовали Но за 9 маны Характеристики 2-4 Ребят Ну это вообще Не характеристики Это очень ужасно Ну допустим Мы ставим эту карту На стол Дабы призвать Ну и зеру Скажем Да Единственное Когда эта карта Хороша Это когда она С Барнса Приходит И у нас в колоде Есть зера Это наверное Единственный вариант Может быть В Биг Преста Эта карта Зайдет Может быть Слушайте А так Так Крайне сомнительно Да Кто-то написал Крайне сомнительно Ну потому что За 9 маны Ставить 2-4 Чтобы призвать зеру Можем просто Поставить зеру На стол Зачем нам Ставить 2-4 Чтобы призвать зеру Чтобы этот Топ Чтобы элемент Топ-дека Убрать Лишний Да Чтобы Не нужный момент И зеру Не топ-декнуть Ну такое себе Да Удовольствие За 2-4 Характеристики Другое дело С Барнса Да Получить Дополнительно На него И сразу Не может Не может атаковать А может Атаковать Только Если у вас 3 или больше Брони Возникает вопрос Зачем Зачем нам Существовать 3-6 Стаунтом Который не может Атаковать Да Вы сейчас скажете Есть много возможностей Забафить себе Армор Чтобы данная Карта Имела место Быть Ну что это за друид На бафе армора Опять же Да Эта карта Хорошо Комбится С ДКшкой Мы кинули ДК Потом мы можем Если что себе Стакать по 3 армора Эта карта будет ходить Вопрос Зачем нам Класть Ложить Пихать себе В колоду Правильно не знаю Пихать эту колоду Эту карту в колоду Себе Четырехмановую Когда у нас Четырехмановки Очень хорошо заняты Там и свайпы Там и 3-3 Чуваки с разгоном Да Там еще и много чего Есть Да Зачем на эту карту брать Когда есть за 5 маны Если не ошибаюсь Альтернатива Котик 4-6 таун Который может ходить Мне кажется Вот эта вот мана Не стоит того Чтобы данную карту Играть Хотя если будет Агрессивная мета Нам особо Этой карты И ходить не надо Да Мы поставили на стол Она впитала в себя урон Потому что она таун И собственно все Как дополнительная защита В какой-то контроль друида Чтобы как-то пережить Нажить до лейта Может быть Может быть Пораньше она конечно Прикольнее Да Чем котик Но у котика атаки Больше он вариативнее Он может еще и в таблец сходить За 3 маны Есть еще 3-5 Грубо говоря Да И друиды их Носят Ну вот этот Элемчик Элемчик 1-5 Который в 3-5 Не в свой ход Превращается И он эффективен Да Но он 3 маны стоит На ману дороже ХП пожестче И еще возможность Атаковать Если вдруг у нас Появится лишний армор Ну по вариативности Конечно Это что-то между котиком И как раз Элемчиком 1-5 Что-то такое Между Блин Такое Ни туда Ни сюда Да Все от мета Зависит Я считаю Что данная карта Именно мета Образующая Если будет Очень много агрессии Данная карта Может появиться Если будет Много контроля И мидрэндж дек То данная карта Скорее всего Не впишется В метагейм Просто тупо У нее будет Проблема Возможно В новом дополнении Как говорится Эта карта Покажет себя Пока что Пока мета Не агрессивная Нет такие Ну вот Как помните Перадвары Там агрошаманы Данная карта Скорее всего Не покажет Но вообще Интересная тема Антиагрокарта Неплохо Почему Друид плюс Антиагрокарта У нас еще 2 карты Осталось Стражи дуба Дуба За 4 маны Вы получаете 6 брони Вербуйте существо Которое стоит 4 или меньше Ну вот Вот она Синергия Кидаем эту карту Получаем 6 брони И вербуется Конечно же Големчик Железного древа Нет конечно Ребята Там куча всего Может завербоваться Ну смотрите 6 брони За 4 маны Для друида Ну я вам скажу 6 8 брони Да можно было Получить за 3 маны За 4 маны Можно получить 6 брони И завербовать Какое-то существо То есть Что значит Такое Завербовать Такое раннее существо Это значит Не получить его В лейте А это уже хорошо То есть Как бы мы Улучшаем Наш топдек Вот этой картой И 6 брони За 4 маны Это вполне себе Неплохо Учитывая Что мы можем Призвать Какое-то существо Вопрос Ну сколько мы можем Сколько мановое Существо нам надо Призвать Чтобы данная карта Показала себя Ну выше средней Ну скорее всего Ну за 2 маны Минимум Друид вообще Носит 1 мановых Существ Вы помните Когда последний раз Друид носил 1 мановых существ Там в основном Заклинание Призвать джейда 1-1 Баф Плюс 1-1 Всем Либо армор Плюс 1-1 Такое себе Да, карта хорошая Безусловно хорошая Я думаю Она вполне себе Вписывается в метагейм Вот она вписывается Лучше в метагейм Чем вот эта карта Они вроде 2 четверочки Но вот у этой карты Вариативность больше Да, она нам улучшает Топ-деки Она нам дает брони Возволяя против игры Пережить Вроде да Вроде 2 карты Направлены на Замедление противника Нашего Но вот у этой карты Больше как-то Приоритета Да, потому что Она нам И существо дает И армор дает Поэтому вот эту карту Я бы оценил 5 баллов Наверное Да Я буду резок Я скажу Эта карта очень сильная Пятерочку Эта карта получает Очень хороша Ребята Очень хороша И последняя карта На сегодня Это легендарное оружие Для разбойника За одну ману Характеристики 1-3 Пресмертный хрип Замешивает ваше оружие В вашу колоду Все усиливающие эффекты На нем сохраняются Ну какие усиливающие эффекты Вообще в принципе Могут быть Ну допустим Мы на нее яд намазали Плюс 2 к атаке Да, или сколько там Плюс Да, по-моему Плюс 2 атаки Два раза Допустим А чё Какие бафы еще есть Ну допустим Мы намазали на нее Лайфстил Да, может быть Что там Какие еще бафы Нужны еще бафы, ребят Разбойнику Нужны еще бафы Чтобы этой карты играть Привет, пиродвар Причем пиродвар И оружие для разбойника Надо было написать Что ты типа Окей Да, за единицы маны Оружие 1-3 Ну давайте по ману стоимости Ее ценим По ману стоимости Она Она хорошая Она шикарная Шикарное оружие По ману стоимости Мы разбойнику часто Обилку просто Прожимаем за 2 маны И там за 2 маны Оружие 1-2 А тут Оружие за 1 ману 1-3 И это хорошо Учитывая, что мы Не теряем фактически карту С другой стороны Нам к этой карте Нужны какие-то дополнительные Шлака карты Типа бафов данного оружия Чтобы Впоследствии данная карта Показывала себя Ну получше Может быть появится Какой-то новый разбойник Смотрите Само по себе оружие Хорошее Вопрос Нужно ли оно сейчас нам В тех Мне кажется В тех архетипах Которые сейчас играют Скорее всего Она не нужна Потому что в них нет Забафов оружия Просто тупо Иногда носит оружие 3-2 Который первый ход По себе пропускает Ну и все Собственно Больше оружия Разбойники не носят Но Эта карта Может послужить Начало Наверное Эре Разбойников На оружие Я думаю У нее есть Все Все способы Но пока нет Определенного архетипа Слишком много я поставить Не могу Данной карте Я думаю 4 карта Заслуживает Пожалуй Наверное Одно из лучших оружий Одно из лучших оружий Этого дополнения Все остальные Чуть мне вообще не понравится Ну может быть Паладина Да еще сильная Упало еще сильное оружие Да Упало наверное Самое сильное Вот это на втором месте Я бы сказал Мы еще оружие Вара Ребят не видели Там скорее всего Оружие будет за 2 маны Мне кажется Потому что У воина за 2 маны Сейчас ничего нет Скорее всего Какое-нибудь там Оружие будет Что-то в стиле 2-3 Может быть Да Призвать 1-1 При каждом ударе Может что-то Тип того Если будет Воин будет Я думаю Доволен Потому что Воина сейчас С оружием Крайне все Прискорбно О Ну это 4 из 5 Я думаю Вот единственное Что останавливает То что Эту карту Надо еще как-то Забафать А потом еще Как-то Топдек Ее надо А Баф мы в любом случае Получим Даже если Харрисон Сыграет То есть Эта карта Бесконечная Считайте И в лейте Она будет Только сильнее И сильнее Становиться То есть Даже если Противник Сыграет Харрисон Сыграет Слизнюка Эта карта От нас Со всеми Бафами Никуда не уйдет Она отправится В колоду Ее вообще Никак Не изгнать К тому же Она нам Бафанная Она будет усиливать Наши топдеки И к тому же Она будет Нас Отдалять От фатига Поэтому Со всех сторон Эта карта Хороша И проблема В том Что нет Сейчас Забафов Я бы хотел Увидеть Какой-то Новый Забаф Для оружия Разбойника Чтобы сказать Вот это Оружие Заиграет 100% Ну а на этом Ребят Все Обзорчик Всех карт Ну я все Обозрел Следующий Обзор Наверное Будет 5-го числа 4-го 22-го По Москве Ну может быть Я 4-го Еще сделаю Обзорчик Всех карт Обзор Оставшихся Карт И такое ощущение Что чем дальше Тем карты Показывают Все сильнее Сильнее Имбовее Вроде как Вроде как Присыпается Интерес К Хартстоуну Надеюсь А на этом Все Ребят С вами был Грув Увидимся Снова В видео И стримах Не забудьте Поставить лайк Если вам Понравилось Видео И подписаться На канал А с вами Был Грув Увидимся С вами Ребят Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok